Элитные спецподразделения — это высокоподвижные, специально обученные, технически оснащенные, хорошо экипированные подразделения, предназначенные для выполнения специальных задач с целью защиты интересов страны как в мирное, так и в военное время. Итак, это пять самых элитных спецподразделений в мире. Поехали! Саирет Маткаль или спецназ Сахала, Израиль. Спецотряд был сформирован в 1957 году офицером по имени Авраам Арнан. При создании израильского подразделения 269 ориентировались на методы подготовки и выполнения операций британского спецназа САС. О них чуть позже. Численность и место дислокации Саирет Маткаль строго засекречены. Отсутствуют в открытой печати и точные сведения о структуре отряда. К перечню функций подразделения относятся контртерроризм, рекогностировка и спасение заложников. Израильские спецы — настоящие мастера своего дела. Для того, чтобы попасть в ряды столь элитного подразделения страны, призванные солдаты проходят длительный курс подготовки, который составляет 18-19 месяцев. Одной из самых громких операций подразделения 269 было освобождение пассажиров самолета компании Air France, захваченного террористами из организации NFOB в Уганде. Как итог спасено 102 заложника из 106. Потери — командир отряда подполковник Йонатан Нетаньяху. САС — специальная воздушная служба. Великобритания. САС — одно из старейших и наиболее высокопрофессиональных подразделений спецназа в мире. Отряд был образован 24 августа 1941 года лейтенантом шотландской гвардии Дэвидом Стерлингом. Именно он смог убедить британское командование забразовать спецназ в тыл врага при помощи парашютов, откуда собственно и название. Основу САС составляет три отдельных полка — 21, 22 и 23, которые в военное время передаются в оперативное подчинение командования вооруженных сил Великобритании. По численности каждый полк соответствует батальону. Конкретно 22 полк, Инкермент, работает в интересах небезызвестной секретной службы Ми-8. По сути, САС специализируется на военных операциях повышенной сложности. Однако в составе 22 полка обосновалась спецрота Сквадрон Иль. Именно она заточена на антитеррористические операции. Самая известная операция САС — освобождение заложников в иранском посольстве в Лондоне в 1980 году. Вся операция заняла не более 17 минут. Как итог, один заложник убит, один ранен, остальные были успешно спасены. Все террористы, кроме одного, были уничтожены. Хотелось бы добавить, что бойцы САС — любители побаловаться газом, вследствие чего противогаз является неотъемлемой частью их экипировки. GSG-9. Германия. Это подразделение было сформировано в сентябре 1973 года, ровно через год после «Мюнхенской резни», где от рук террористов трагически погибли олимпийские спортсмены. Именно это событие и сподвигло немецкие власти на создание GSG-9. Само название GSG-9 означает «Grants Schutz Group P9» — группа охраны границ. А число 9 было выбрано просто потому, что тогдашняя группа охраны границ в Германии уже имела 8 регулярных пограничных групп. Что касается подготовки, то здесь все серьезно. 22-недельный курс обучения включает в себя 13 недель базовой подготовки и 9 недель повышения квалификации. Кроме медицинских тестов, есть еще и минимальные физические требования, например, бег на 5000 метров за 23 минуты и прыжки на расстоянии не менее 4 метров 75 сантиметров. По статистике только один из пяти кандидатов успешно проходит обучающий курс, что в общем-то неудивительно. Одной из самых известных операций GSG-9 является освобождение заложников самолетов Сомали. Операция «Магический огонь». На операцию потребовалось 7 минут. Как итог, все заложники были спасены, террористы ликвидированы, немецкий спецназ остался без потерь. ST-6 или сил Team Six США. Команда ST-6 или более известная нам как «Морские котики» была создана после провала в апреле 1980 года в Тегеране операцией «Орлины коготь», целью которой являлось освобождение заложников из посольства США в Тегеране. Основной сферой деятельности команды является проведение спецопераций по освобождению заложников и захвату преступников, подозреваемых в совершении преступлений против человечества, военных преступлений, а также членов террористических организаций. Отряд ST-6 используется только в самых сложных заданиях, где обычный спецназ попросту бессилен. Бойцы отличаются хорошей выучкой и необходимой жестокостью. Одной из самых известных операций ST-6 является уничтожение главаря Аль-Каиды Усама Бен Ладена в 2011 году. Большая часть информации относительно ST-6 засекречена, и детали ее деятельности обычно не комментируются на официальном уровне. Альфа или Управление А. Россия. Спецподразделение Альфа первоначально было создано в 7-м Управлении КГБ СССР по инициативе Юрия Андропова после трагедии на Мюнхенской Олимпиаде. Спецподразделение предназначено для проведения контртеррористических специальных операций с применением специальной тактики и средств. Бойцы Альфы проходят жесточайший отбор, дабы попасть в ряды элитного подразделения. В группу зачисляются только офицеры с высшим образованием с высочайшей физической подготовкой. Подтягивания на перекладине 25 раз. Отжимания от пола 90 раз. Пресс 100 раз. Бег 100 метров 12,7 секунды. Жим штанги лежа 10 раз. Свой собственный вес. Кросс 3000 метров 11 минут. Демонстрация рукопашного боя. Выстоит 3 минуты против подготовленного сотрудника или инструктора. Выпрыгивание вверх со сменой ног 90 раз. Помимо прочего, бойцы проходят особую психологическую подготовку, которая сравнима, пожалуй, с подготовкой спецов израильской Сейерет Маткаль. Среди самых громких операций группы, взятие дворца Амина в Кабуле в 1979 году, освобождено более 750 заложников в театральном центре на Дубровке в 2002 году. 41 террорист убит. Освобождение школы в Беслане в 2004 году. 27 террористов уничтожено, один взят живым. Хочется отметить, что группа Альфа имеет значительный боевой опыт в операциях с массовым захватом заложников. Ни одно спецподразделение мира похвастаться тем же не может. А на этом сегодня все. И не забудьте подписаться. Моя мастерская. Твое настроение.